Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире столицы Нижней. Студия Антон Ганин. Сегодня в выпуске. Расширили рабочую повестку. На ответственное обращение с животными обсудили в рамках второго экологического форума «Зеленый Нижний-2020», который стартовал в Нижнем Новгороде. История одной пьесы, выставка «Дачники. Это меткий выстрел» открылась в музее-квартире Горького. Праздник был недолгим. Обновленный концертный зал «Юпитер» закрыли по решению суда. По примеру, Бугрова и Рукавишникова нижегородских предпринимателей хотят привлечь к развитию культурного наследия региона. Сегодня в Нижнем Новгороде открылся второй экологический форум «Зеленый Нижний-2020». В этом году он проходит в Центре современного искусства «Арсенал». Экологи и общественники работают на пяти площадках, которые связаны с наиболее актуальными экологическими вопросами. Подробности в сюжете Евгения Деревенко. Самое главное отличие форума в этом году – новая секция, на которой обсуждают ответственное обращение с животными. В Центре внимания инфраструктура для выгула собак, которая должна быть в каждом российском дворе. Это требование нового федерального закона. Тема нужная, но крайне сложная, уверен руководитель профильной секции на форуме зоозащитник Владимир Гройсман. Город повернулся лицом уже к тем людям, у которых есть собаки, и как бы решил, то есть администрация города решила всерьез заняться этой проблемой. Вообще это считается по России нерешаемой проблемой, в принципе. Ни один город Российской Федерации эту проблему не решил. Сейчас вот мы соберем общественное мнение именно в плане того, как с этой проблемой поступать, и предложим решение. У нас есть наметки, а дальше мы надеемся, что уже глава города это поддержим, и в какой-то мере мы станем гордым, который эту проблему старается решить всерьез, а не на бумаге. Законодательные подвижки есть и в вопросе озеленения. В прошлом году дискуссия на эту тему продолжалась более двух часов. Выработанные предложения легли в основу изменений правил благоустройства в городе. В прошлом году произошли некоторые изменения. Например, принято новое правило благоустройства городские, в которых, для моей радости, появились такие понятия, как луговой газон, который надо встречать всего два раза в год. И появилось требование, что деревья надо все-таки лечить, залечиваться раны, нанесенные, например, уборочной тихой. И, собственно, сегодняшняя наша задача – это обсудить, каким образом донести это до низовых исполнителей, до тех людей, которые не привыкли этого делать, никогда этого не делали. И, возможно, они даже не заметят эту строчку в правил благоустройства, если мы не обратим ему такое пристальное внимание. Мэр города Владимир Панов познакомился с работой всех секций. Это и экопросвещение, раздельный сбор мусора, экокарта. Но подробно остановился на теме ликвидации городских свалок. Одной из них – Шуваловская, которая находится в границах сразу нескольких городских районов, вплотную займутся в 2020 году. В прошлом году мы заказали проект, заплатили деньги, контракт был на 15 миллионов рублей. Была компания, которая заработала проект, но не смогла она пройти через госэкспертизу. К сожалению, это привело к тому, что проекта у нас на руках до сих пор нет, мы расторгиваем испарный контракт, сейчас замок заключились. Сейчас, как предполагаю, этот проект будет нормальным, потому что фактически тот проект, который был сделан, предполагал, что свалка из одного места, Шуваловская, будет перенесена в другое место, что, естественно, недопустимо. Поэтому сейчас уже более детально изучена морфология свалки и, соответственно, заложены требования по утилизации максимальной самой свалки. Поэтому ждем, когда у нас будет новый проект. Самое главное, что федеральный бюджет уже согласовал выделение субсидий, нам уже дают на 2020 год первые 300 миллионов на ликвидацию Шуваловской свалки. Затем приступят к ликвидации других подобных территорий, их адреса известны. Останется также получить поддержку от государства на работу с ними. Что касается остальных вопросов, решения, которые примут экологи и общественники в рамках работы своих секций, появятся уже к концу дня. Они носят исключительно рекомендательный характер, но власти обещают к ним прислушаться и воплотить жизнь. Задача одна на всех – сделать Нижний Новгород по-настоящему зеленым. Евгений Деревянко, Антон Ганин, Никита Вертлин, столица Нижней. Обновленный концертный зал «Юпитер» закрыли спустя месяц после открытия. Причиной послужило судебное решение, которое вынесли после иска прокурора Нижегородского района. Руководство концертной площадки получило предписание о приостановке концертной деятельности из-за нарушений требований безопасности. Предварительное судебное заседание назначено на 25 апреля. Впрочем, руководство площадки утверждает, что нарушения требований устранены на 95%. Также на официальном сайте сообщается о том, что деньги, закупленные билеты на концерты, которые были запланированы в «Юпитере», можно вернуть в местах их покупки. Финал конкурса «Серебряная нить-2019» прошел сегодня в Нижегородском институте пищевых технологий и дизайна. Молодые дизайнеры представили коллекции одежды, которые, по их мнению, соответствуют всем мировым модным трендам. Лучших кутюрье выбирали в семи номинациях – портные любители, студенты, профессионалы, специальные техники, икона стиля, детская одежда и исторический костюм. Чтобы все это сделать, шить, показать, и очень много от этого было, конечно, это было зависимо от территории, где мы сейчас находимся. Поэтому сейчас впервые мы проводим это мероприятие в наших стенах. За кулисами остается все самое, самое-самое технологически сложное, а самое красивое появляется на сцене. Это всегда празднично, это всегда замечательно. Нижегородских предпринимателей хотят привлечь к развитию культурного наследия региона. Сегодня эту тему обсудили за круглым столом представители бизнеса, власти, культуры и образования. За пример берут опыт известных нижегородских купцов, таких как Бугров и Рукавишниковых, которые тратили свои деньги на меценатство и благотворительность. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий отмечает, что их дело живет и сегодня. Предприниматели самостоятельно реставрируют старинные здания, открывают памятники, а также проводят разные культурные мероприятия. Любое мероприятие помогает пропаганде того, что нижний А – это купеческий город, и Б – у него большое будущее. Поэтому предприниматели – это часть общества, которое создает рабочие места, платит налоги и активно участвует в сохранении и восстановлении истории. В музее-квартире Горького открылась новая выставка «Дачники. Это меткий выстрел». Она посвящена сразу двум событиям – году театра и 115-летию с момента создания пьесы. Горький написал ее в Нижнем Новгороде и в своей квартире. Писатель рассказал о поколении, которое выпадает из исторического контекста и живет в своем мире. На выставке представлены фрагменты рукописи пьесы, афиши, программки и билеты, которые предоставили театры России. Самое главное, конечно, здесь мы говорим о тех противоречиях, о конфликтах, которые Максим Горький заложил в образы своих главных героев, своего произведения, и которые сегодня настолько современны именно в наш быстрый, стремительный век, но те идеалы, о которых он говорил, о тех проблемах, о философских противоречиях, они здесь и сегодня. И мы уверены, что эта выставка «Удачники метки выстрел» поможет нам еще раз переосмыслить себя и себя в этой жизни. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. Хороших выходных. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова